Десантный корабль проекта 775 Минск и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Большой десантный корабль «Минск», как сообщают аналитики, основываясь на фото и видео поражения, большой десантный корабль «Минск» не подлежит восстановлению. Он полностью уничтожен. Также была повреждена подводная лодка «Ростов-на-Дону». Именно та, которая еще в июле 2022 года нанесла ракетный удар по городу Виннице, в результате которого погибли 27 гражданских. И вот такая месть, расплата за Винницу наконец сегодня настала. Эта историческая атака была признана даже российскими оккупантами, которые заявляют о том, что из 10 ракет 3 не были перехвачены, а 7 якобы были перехвачены. Но тем не менее даже они признают то, что три ракеты достигли своих целей. Наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонированное. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Вопрос. Как считаете, как российское ПВО умудрилось пропустить или вовремя не отреагировать на ракетную угрозу, учитывая, что это не первая атака, да, и у них есть возможность сбивать крылатые ракеты? Ну, смотрите, это очень продуманная и дальняя операция с дальним прицелом. Если проанализировать события последних дней, то можно понять, что это звенья одной цепи. Сначала были взяты под контроль вышки Бойко, и там уничтожена радиолокационная станция Нева, которая контролировала определенную часть акватории Черного моря. Потом, где-то недели две назад, была уничтожена радиолокационная станция на мысе Тахнакут, которая контролировала свою часть территории Черноморского побережья. Поэтому, когда выходили на рубеж атаки бомбардировщики Су-24 с ракетой, они, их российское ПО просто не видело. А если они не видели, то время реакции было гораздо меньше, чем если бы они их контролировали. Ну и потом, по некоторым данным, я не буду говорить, что они официальные, по неофициальным данным, не все 10 ракет были крылатые. Использовались также переделанные ракеты С-200, которые служили такими себе приманками. По ним отработала российская ПВО, оно не успело перезарядиться, и в эту брешь вошли крылатые ракеты. Понимаете, 10 ракет использовать для удара по одной цели, ну, мы не можем, мы не настолько много у нас ракет, их передавали буквально считанные десятки, их уже много использовано. Поэтому тактика была очень, ну, очень, эта операция очень красивая в исполнении, и она войдет, я думаю, во все учебники военной истории. Как считаете, почему армия России перестала скрывать свои потери по технике, если вспомнить, перед этим были повреждения российско-десантного корабля в Новороссийске, Оленигорского горняка, да, теперь вот они не отрицают о том, что у них поврежден десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Это какая-то хитрость, какая-то уловка, или просто решили, что нет смысла скрывать? Нет, слишком быстро было выложены все фото и видео, и любое было бы, ну, официальное сообщение, оно бы перекрывалось бы, ну, любым видео, которое легко идентифицировать, где находились конкретные суда и куда попали ракеты. Поэтому, ну, они не увидели в этом смысла. Если бы было бы какое-то информационное такое блокадо, и этих фото и видео не было, я думаю, что мы бы увидели, что все 10 ракет сбили, побиты стекла в заводе, и все хорошо, и все отлично. К тому же корабли достаточно большая цель, и, ну, буквально там выложены спутниковые фото, там со стороны западных, наших западных партнеров, они бы сразу бы говорили о том, что это откровенная луна. На такие вещи россияне, ну, не ведутся, к сожалению, хотя было бы интересно. Вот сейчас показывают спутниковые снимки, как раз сделанные в Севастополе, и эксперты оценивают, что, судя по повреждениям, которые есть на и десантном корабле, и подводной лодке, они, скорее всего, либо, в принципе, непригодны к использованию, либо выпадут из строя на большой срок. Насколько для российского флота это большие потери? Ну, во-первых, подводная лодка Ростова-на-Дону, это носитель калибров, то есть минус один носитель калибров. Во-вторых, десантные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери. Мы всегда вспоминаем Бердянск 1922 года, где был потоплен как минимум один десантный корабль, а два получили повреждения. Вспоминаем о Ленигорце, и теперь Минск минус, и, значит, теперь возможности по снабжению, например, приморской группировки, если понадобится, они у них минимальны. Я уже не говорю за какие-то мифические морской десант возле Одессы. Для этого просто нет ни сил, ни засобей полностью. И, кроме того, пополнения Черноморского флота из-за закрытого Босфора просто нет. И любая потеря любой боевой единицы, это для россиян очень и очень чувствительно. Я сейчас попрошу еще раз показать вот эти кадры, там, где показываются спутников снимки поврежденных кораблей. И смотрите, судя по серьезной пробоине в левый борт, получается таким образом, что крылатая ракета прям под углом входит в машинное отделение. И если я правильно поняла, то восстановлению эти судна не подлежат. Абсолютно точно. Судя по этим фото, восстановлению эти корабли не подлежат и только наш Писание. Естественно, что россияне там могут какое-то время еще рассказывать, что они их будут пытаться отремонтировать, но в нынешних условиях, скорее всего, это невозможно. Российские СМИ предполагают, что удары наносились британскими ракетами «Штормшедов». Как считаете, у них действительно хватает дальности, там, около 300 километров, да, чтобы попасть в эти плавательные объекты? Либо же использовали что-то еще? А вы же понимаете, что 300 километров – это после пуска с носителя. То есть, чем дальше это идет СУ-24, тем больше будет дальность. Я говорил, что вся операция «ГУР» была направлена на то, чтобы СУ-24 смогли подойти как можно ближе необнаруженным. То есть, задача была в том, что вот эти 320 километров отмеряли где-то с акватории Черного моря, где не просматриваются российскими радарами. И поэтому, понимаете, это условная дальность. То есть, самолет может где-то сделать 500-600 километров, сделать пуск и уйти точно самое, как россияне пускают ракеты по нашим объектам, с борта, там, бомбардировщиков. У них тоже дальность от места пуска. А как вот уничтожение этих, или, скажем так, выведение из строя этих судов повлияет на обстрелы? Кроме того, что вы сказали, что были носители калибров, то есть, получается, что в дальнейшем у россиян будет меньше возможности наносить удары? Ну, возможности меньше не будет. Подводная лодка и так стояла в ремонте. И, естественно, что будет другое. Россияне больше внимания будут уделять безопасности. И, значит, для подготовки ударов им будет нужно больше времени. То есть, промежутки между ударами калибром, они будут большими. Потому что для выведения этих носителей нужно будет обеспечить... Ну, они будут всегда думать, а нету ли сейчас морского дрона, или не прилетит ли сейчас ракета в этот корабль. Поэтому будут перепроверяться, будут... Ну, то есть, сам процесс будет затянут. Для нас это плюс, потому что, ну, и меньше ракеты, и больше времени для подготовки. Тоже и нашей ПВО для встречи... В качестве меры безопасности гражданам Румынии на телефоны теперь рассылают уведомления о угрозе с воздуха. Премьер-министр Чолаку продолжает утешать граждан тем, что на самом деле появление обломков беспилотников – это просто случайность, и никакой войны НАТО с Россией не предвидится.